Что, дорогие юные коллеги, здравствуйте! Меня зовут Галина Юрьевна Резниченко. Вас я всех не могу узнать, но узнаю постепенно. И мы с вами начинаем курс «Биоинформатика и математическое моделирование». Этот курс, с одной стороны, является продолжением ваших математических курсов, которые у вас были первые три семестра. А с другой стороны, мы попытаемся с вами разобраться, как математика и те знания, которые вы получали по математике, по физике, как их можно применить для изучения биологических систем. Ну вот здесь написано «от экспонента Мальтуса к Systems Biology». Вы поймете, что такое экспонент Мальтуса чуть позже. А «Systems Biology» — это сейчас очень такое модное, популярное направление биологии, я бы даже не сказала математической биологии, а биологии вообще, потому что если вы откроете учебники по системной биологии, это написано по-английски, это название, потому что в России у нас еще не прижились такие курсы и такие конференции по этой науке. Но международных таких конференций очень много, и системная биология включает в себя как экспериментальное исследование сложных систем, так и обязательно математическое моделирование. Причем, поскольку речь идет о сложных системах, то, конечно, это моделирование включает очень обширные вычисления и очень такое активное использование информационных технологий, баз данных, методов моделирования сложных систем. Вот к этому мы тоже с вами подойдем, но вообще мы будем говорить о применении математических методов и формализованных подходов для изучения вот таких сложных биологических систем, которые вы изучаете на биологическом факультете. У нас с вами довольно напряженные занятия. У вас будет по три пары занятий по этому предмету весь этот семестр. У нас будет две лекции во вторник без пяти, одиннадцать и в среду с девяти утра. Кроме того, раз в неделю у вас будут семинары по расписанию и форма отчетности по этому курсу экзамен. Кроме того, у нас еще будет такая форма занятий, что я буду задавать вам некоторые вопросы на лекциях такого общего характера, не решение конкретных задач, а некоторые вопросы общего характера, на которые вы сможете по желанию слушателей отвечать на форуме, который расположен вот на этом вот, на этом вот, по этой ссылке. И люди, которые будут отвечать на эти вопросы, будут давать интересные, хорошие, самостоятельные ответы. Меня не интересует, чтобы вы откуда-то списали или там что-то, а самостоятельные ответы. И те, кто будет хорошо заниматься на семинарах, хорошо писать там самостоятельные или контрольные работы, могут быть допущены к досрочному экзамену, который мы проводим в конце апреля. И наиболее интересные, и кроме того, мы стараемся отобрать доклады, которые бы исходили из разных кафедр, чтобы они представляли вот разнообразие наших тем на биологическом факультете, мы будем представлять на студенческой конференции, которая тоже будет в конце апреля. Вот так у нас будет построено занятие по курсу. Значит, я уже сказала, что действительно современная биология подступает к изучению чрезвычайно сложных систем. И вот даже равновесная конформация ДНК, фрагменты ДНК в растворе уже представляет собой достаточно сложную систему. А если мы рассмотрим биологические регуляторные сети, которые сейчас очень активно изучаются, вот слева, это сейчас я соображу, а слева в дрожжах, да, а справа в эколай, то, конечно, вообще понять, каким образом это все устроено, и каковы закономерности, основные законы этой организации такой системы, чрезвычайно сложно. И для этого совершенно необходимо как-то формализовать знания о тех системах, которые мы изучаем. Но те, что я вам показывала, регуляторные сети довольно недавно были изучены, а трофические сети изучаются уже в течение там нескольких столетий, и экологи, и зоологи знают, насколько сложно они устроены. И как раз изучение вот таких трофических сетей и вообще динамики популяций, оно началось гораздо раньше, чем началось изучение регуляторных сетей в отдельной клетке, что связано просто-напросто с экспериментальными методами, потому что наблюдали поведение животных уже давным-давно люди, с самого начала человечества, а до клетки добрались только в XIX веке. Уж не говоря про те мелочи, про те детали, о которых я вам показывала. Сейчас я отключусь, я забыла отключиться. Извините, я отключусь, да. Что-то и не то дело. Надо. Так. Ну-ка. Ну, таким образом, цель моделирования... Сейчас. Вот цель, там пропустилась, это... Ладно. Что-то я не понимаю. Чего-то я не понимаю. Ну, ладно. Таким образом, вот зачем мы вообще строим математические модели? Конечно, цель любого моделирования – это понимание того, как устроена природа. И это естественное желание человека. И когда сейчас изучают уже очень активно процессы, которые происходят в человеческом мозге и в мозге животных, то становится понятным, что вот познание в той или иной форме для микроорганизмов – это освоение окружающей среды с целью поглощения субстрата, а для человека гораздо более широкий смысл имеет слово «познание», оно присуще вообще живым системам. И для того, чтобы понять, что мы вообще представляем под этим словом, как мы понимаем слово «понимание», на самом деле для того, чтобы у нас создалась иллюзия, что мы что-то понимаем, нам необходимо построить некоторую модель в мозгу или в виде схемы, ну, фактически в мозгу, но представить ее, формализовать в виде схемы или в виде словесного описания или в виде математического описания, математической какой-то формулы или математической системы уравнений. И вот слово «понять» имеет очень такой многозначный смысл. Например, вот тут я написала «понять» значит «простить». Что значит «простить»? «Простить» – это значит представить себе, какие мотивации человеком понять. Это значит представить себе, вот вас обидел кто-то. Но если вы представите себе мотивацию этого человека и как-то разберетесь его в его поступках и в его мыслях, то вам уже гораздо проще простить эту обиду и разобраться в том, что, может быть, человек вообще-то против вас лично ничего не имеет, просто у него было плохое настроение в этот момент. Значит, я говорю, что понять – это значит построить модель. Ну что же такое модель? Что такое модель? Мы с вами будем заниматься математическим моделированием. Модель – это некоторые копии объекта. Копия такая, с которой удобнее работать. Удобнее разбираться, что будет с этой копией при разных условиях, при изменении, например, внешних условий или изменении самих взаимоотношений между элементами системы. Для того, чтобы определить как-то модель, мы должны охарактеризовать объект моделирования, что мы хотим, с чем мы хотим разбираться, цель моделирования, зачем мы хотим, какие вопросы мы ставим перед этой моделью. И, наконец, вот эта цель, она определяет методы и средства моделирования. Модели не обязательно могут быть математические. Модели могут быть, например, портрет человека тоже является его моделью. Это в некотором смысле копия. Ну вот, предположим, что некто заказывает художнику портрет любимой женщины. Ну, этот портрет вы знаете, конечно, да, что это такое? Давайте хором. Правильно. И с какой, давайте поймем, с какой целью рисуется портрет? С какой целью хочет заказчик, чтобы нарисовали портрет его любимой женщины? По-видимому, во-первых, он хочет сохранить вот образ этой молодой, красивой женщины. С другой стороны, он хочет сохранить во времени. С другой стороны, он хочет этот портрет повесить где-нибудь. Например, у себя в гостиной или в спальне. Или, например, напечатать на обложке модного журнала, или даже на рекламе, чтобы люди проезжали. И там видим, Аня, поздравляю тебя с днем рождения. Все едут на машинах и, так сказать, любуются на его любимую женщину. Таким образом, цель моделирования, как правило, представляет собой некоторой манипуляцией в пространстве и во времени. С объектом вы этого сделать не можете, а вот с моделью вы это сделать можете. И если вы разберете разного типа модели, то вы увидите, что действительно цель моделирования именно в этом и заключается. Строить прогнозы, строить какие-то оптимальные способы работы с этой системой, с этим объектом, который вы видите. Ну, биология имеет огромное количество разных моделей. При этом, например, генетика имеет горох, да, менделевский горох, дрозофилы, вирусы, как объект изучения закономерности изменения генома. Это объект генетики. Если вы рассмотрите какую-то другую науку, например, гидробиологию, в которой изучается взаимодействие водных организмов, а также воздействие различных условий взаимодействия этих микроорганизмов и условий существования, как они будут расти, как они будут взаимодействовать при разной солености, при разной освещенности, при разных течениях. Все это можно в натуре изучать, но если вы хотите поставить эксперимент более строгий, то все это делается в аквариуме. Таким образом, аквариум это и есть модель водной системы. Ну и так далее. То есть каждая наука имеет свои модели, но, конечно, наиболее общими моделями являются математические модели, поскольку они описывают целый класс процессов или явлений, которые обладают сходными свойствами. Вот это сходство свойств и взаимоотношения элементов называется словом изоморфизма. И уже давно классики поняли, еще начиная с Галилея Ньютона, еще раньше, в Древней Греции, поняли, что математическими, собственно говоря, математика для этого была и придумана, в первую очередь геометрия, чтобы изучать разные объекты сходной формы, что наука только тогда становится, область знания тогда становится наукой, когда она научается изображать законы взаимодействия элементов, изучаемых этой наукой, в виде математических соотношений. Но об этом говорили и Галилей, физик, и Карл Маркс, который был экономистом. И вот это математическое описание сейчас очень активно используется в гораздо более сложных областях, чем физика, в биологии, социологии, в науках о земле и так далее. Ну вот в этом смысле очень великий математик, начало 20 века, грани 19 и 20 века, Анри Панкаре, он как раз и говорил, что математика – это искусство называть разные вещи одними и теми же именами. И что если бы не было математики, большая часть глубоких связей и взаимодействий между вещами навсегда осталась бы неизвестной. Но вот мы в нашем курсе как раз попытаемся рассмотреть некоторые достаточно простые математические модели, которые применимы для очень широкого класса явлений. И понимая математически, как это устроено, становится понятным, как реализуются такие вещи, например, как конкуренция. Почему конкуренция приводит к выживанию одного вида и подавлению другого вида. Или почему так распространены колебания, почему, как правило, нестабильные, сохраняются значения каких-то величин, а почему они колеблются. Вот это в большой мере связано с существованием обратной связи, запаздывания и так далее. Вот на математическом языке это становится понятным, и эти общие черты становятся понятны для широкого класса явлений. Ну вот еще по поводу того, что математика это язык. Ну известен такой анекдот, что Гипс, когда в их университете, где он работал, обсуждался вопрос финансирования разных кафедр, и говорили о том, что необходимо финансировать кафедры, изучающие греческий, латинский, древние языки, и он сказал, что математика тоже язык. Но на самом деле это очень глубокий смысл имеет высказывание, потому что действительно математика отличается от живых языков тем, что она имеет такой общий характер. И словарь как раз... То есть, если вы, например, прочитаете какую-нибудь фразу по-русски и по-английски, они имеют немножко разный смысл. И разный смысл имел Гамлет, предположим, когда его Шекспир писал, и если вы сейчас посмотрите современный спектакль Гамлет, то он выглядит совсем по-другому. А теорема Пифагора, вот как она была изобретена, так она и существует на всех языках и во все времена одной и той же. И вот постепенно математика развивалась и предлагала в качестве своего словаря числа, которые расширялись, объем которых расширялся от целых чисел, потом рациональные числа, потом комплексные числа, взаимоотношения между ними, которые соответствуют грамматике, действия между числами, например, сложение, вычитание, умножение и так далее. Причем в грамматику математического языка входит не только правило сочетания элементов, но и правило преобразования одних слов в другие. И на математическом языке как раз вот какие-то описания или там повести, рассказы и так далее, на математическом языке это и есть математические модели, которые описывают целую ситуацию, целую такую систему взаимодействующих элементов. Вот я вам показывала там регуляторные сети, вот если написать математическую модель, это эквивалентно тому, что мы словами опишем, как взаимодействуют все регуляторные связи, метаболические связи в целой клетке, которая представляет собой вот такую исключительно сложную систему. Ну вот здесь вот как раз показано, что такое изоморфизм. Совокупность, вот нам удается построить адекватную, мы говорим, адекватную модель какой-то системы, если операционная система, с которой мы работаем, математическая, изоморфна той операционной системе, которая существует в этом объекте, в этой природе. И, ну вот здесь как раз написано, что две операционные системы изоморфны, если установлены взаимно однозначные соответствия между элементами этой системы. Вот два элемента одной операционной системы, x и y, и два элемента другой, g и f. И между ними устанавливается соответствие, которое обозначено здесь формально буквами. Кажется, что эти две, ну, ничем не отличаются взаимодействия x, y и g и f. Но на самом деле это не так, потому что как раз вот и математика предлагает способы изучения этих взаимодействий, которые могут быть гораздо проще и нагляднее, и дают лучшие результаты, чем если вы просто будете словесно описывать взаимодействие между элементами. Ну, совсем простой пример между двумя операционными системами математическими. Ну, я уже вам сказала, что с чисел начали математики. Целые числа, которые можно 1, 2, 3, и эти 1, 2, 3 тоже можно по-разному описывать. Арабскими цифрами можно описывать, а можно описывать римскими цифрами. Так вот, даже самая простая операция перемножения чисел в арабских цифрах, с которыми мы с вами работаем, это учится таблица умножения, и в школьнике, в начальной школе умеют легко перемножать эти цифры. А вот если вы возьмете римские цифры, которые на Часах Спасской башни, и вообще с которыми мы достаточно часто встречаемся, то обучение умножению в этой операционной системе занимало несколько лет, потому что это очень сложная вещь. И так мы можем проследить за многими типами операционных систем, например, дифференциальные уравнения в системе Хевисайда или в преобразованиях Лапласа решаются гораздо быстрее, чем они решаются в обычной математической записи и так далее. И вообще вот вывод сделать о том, каким результатом приведут изменения в системе, на математической модели часто бывает, и как правило, для этого они используются, гораздо проще, чем ставить эксперимент, например, ну вот я говорила в аквариуме, что можно сделать исследование экспериментальное, посмотреть, как будет меняться рост, например, какой-нибудь популяции водорослей при изменении освещения. А можно рассчитать это на математической модели. Ну и часто, конечно, математическая модель всегда требует проверки затем, но если она проверена, верифицирована, говорят, то тогда математическая модель может использоваться как инструмент для предсказания. Ну и, конечно, очень сильно математические модели развелись, когда появились операционные компьютерные системы, которые позволяют чрезвычайно большое количество вычислений и имеют большое быстродействие. И вот эти сложные системы, о которых мы с вами говорили, их только, конечно, можно на компьютере считать. Но здесь есть одно ограничение, что эти вычисления проводятся приближенно, и они проводятся для определенных значений параметров, которые берутся для каждого акта вычислений. Поэтому математические исследования, ну мы с вами начнем это делать, и вы увидите, которые дают возможность исследовать систему в более широких предположениях, аналитические исследования, они всегда должны сопровождать и всегда используются при построении модели. Ну вот это три кита, на самом деле три слона. В современной науке до еще 20 века считалось, что наука держится на двух китах – теория и эксперимент. Сейчас вычислительная математика стала таким же китом, то есть сейчас это, конечно, очень используется широко. Ну и, наконец, вот такой важный момент, почему вообще все это можно делать? Почему мы, строя модели и вообще изобретая какие-то законы природы, как мы считаем, почему мы можем ими руководствоваться в своей практической деятельности? По-видимому, потому что и наш мозг в каком-то смысле изоморфен тем законам, по которым живет природа. И таким образом математические модели, они тоже отражают реально существующие в природе закономерности. Ну, для того, чтобы как-то, вот, по-видимому, поразительные факты, сейчас последние там десятилетия обнаруживаются при изучении молекулярной биологии. Вот, например, работа АТФ-синтазы, да, молекулярного мотора, который синтезирует молекулы АТФ, энергетическую валюту в клетке, чрезвычайно похожа по своим принципам на работу электрических машин, производящих электроэнергию. Там тоже есть ротор, есть статор, есть преобразование электрической тепловой энергии в электрическую и так далее. Вот это вот, конечно, единство всех наших представлений, наших технических изобретений и того, что существует в природе, оно вот позволяет говорить о том, что есть некий изоморфизм между этими законами. Ну и вот в связи с этим Владимир Иванович Вернадский, наш великий естествоиспытатель, говорил, что большая часть научной работы заключается в поиске математических соотношений. Найдя их, наш ум успокаивается, и нам кажется, что вопрос, который нас мучил, решен. Это я говорю к тому, чтобы вы, изучая математические модели, понимали, что это модели, что нам кажется, что тот вопрос, который нас мучил, решен. Это вовсе не факт, что это истина в последней инстанции. И вот это тоже очень важно понимать, что все результаты, которые вы получили, это очень хорошие результаты, может быть, но всегда надо к ним подходить критически. Но еще раз о моделях в науке. Значит, физика с Галилея Ньютона, это математизированная наука, язык, там математика. В химии в 20 веке химическая кинетика, квантовая химия проникла в химию. И сейчас, если вы читаете книжки по химии, то они полны математическими соотношениями. А в конце 20 века очень сильно развелось молекулярное моделирование, которое тоже учитывает и квантово-механические законы, и представление о электрических взаимодействиях в атомах, в андерваальцевых силах и так далее. И химия сейчас вполне математизированная наука. Но, конечно, биология гораздо более поздно стала уже активно использовать математику для решения каких-то проблем. Дело в том, что, конечно, биологические системы гораздо сложнее, чем химические системы. Одно дело взаимодействие атомов, а другое дело такой сложный гетерогенный объект, как живая клетка. Это с одной стороны. А с другой стороны, людям всегда казалось, что довольно понятно, как, например, происходит размножение животных. Или как растут популяции, как они взаимодействуют. Что это довольно, в общем-то, просто себе представить. И поэтому, уже начиная с 13 века, появились математические постановки, биологические постановки математических задач. Ну, мы такие с вами рассмотрим задачи. И вот уже во второй половине 20 века, и это, конечно, связано с компьютеризацией, биология стала активно математизироваться. Это связано с двумя вещами. Во-первых, до середины 20 века, по сути дела, математики умели решать только линейные уравнения. Сейчас мы с вами немножко поговорим о вот этих вещах, линейность и нелинейность. И только, когда появились компьютеры, стало можно решать широкий круг нелинейных задач. И кроме того, вот эта сложность, вот это проклятие сложности, гетерогенности биологических систем, это тоже не позволяло каким-то образом математически формализовать биологические законы. Ну и, конечно, это связано тоже с развитием и компьютеров, и экспериментальной техники. Потому что если мы рассматриваем задачи на молекулярном уровне, то там уже работают, по сути дела, физические законы, для которых вот эти математические, математическое описание, оно оправдано и подтверждено всей историей науки. А когда мы говорим о законах и вообще взаимодействиях на уровне уже высших организмов, то там, конечно, сложность столь велика, что формализовать ее очень трудно. Но вот эта вот картинка просто характеризует, как развивалась биология, то есть математические модели биологии. Буквально до середины 20 века это были отдельные модели, которые описывали какие-то особенности, в первую очередь, взаимодействие популяции, популяционная динамика. А потом уже это все начало развиваться чрезвычайно быстро. Ну, об этом я уже немножко говорила. Теперь характеризовать, как можно модели классифицировать. Вот, значит, до половины 20 века были, в общем-то, модели аналогии, модели популяции, биохимических реакций, модели математической генетики, модели кровообращения, где течение крови по сосудам рассматривалось с точки зрения гидродинамики, механические модели движения, где тоже движение руки или ноги, каких-то суставов рассматривалось как такая механическая аналогия. А вот во второй половине 20 века появились нелинейные модели, с одной стороны, и мы с вами будем их изучать, а с другой стороны началось молекулярное моделирование, то есть попытка описывать поведение биологической системы, начиная вот от самых первооснов, от взаимодействия атомов и макромолекул. Ну и сейчас, в 21 веке, конечно, гибридные модели. Значит, модели можно разбить на регрессионные. Что значит регрессионные? Это значит, когда подбирается некоторая математическая форма зависимости, описывающая какую-то закономерность. И механизменные, когда модель строится, исходя из механизма взаимодействия элементов системы. Вот такими мы с вами будем в основном заниматься. И эти механизменные модели можно разделить тоже на две таких больших категории. Качественные модели и имитационные модели. Качественные или базовые модели. Это модели, когда стараются построить самую простую систему из уравнений, описывающую какой-то яркий феномен. Ну, например, вот я упоминала уже конкуренция. При конкуренции выживает один из видов. Давайте построим такую модель, которая бы нам давала этот вывод о существовании в системе двух финальных состояний, например. Или если есть колебания, какие свойства взаимодействия элементов должны быть в системе для того, чтобы величины изменялись во времени. Или, например, морфогенез, образование каких-нибудь гетерогенных в пространстве структур. Например, полосатая раскраска шкуры животного. Какую простейшую модель можно предложить для того, чтобы она дала вот такой результат? Вот это вот базовые модели. Когда же изучают сложную систему, например, стараются, исходя из законов взаимодействия атомов, описать конформационные изменения макромолекулы, вот это молекулярное моделирование является таким классическим примером имитационного моделирования. Или, когда, например, стараются описать взаимодействие видов в экосистеме. Их много, этих видов. Простую модель не напишешь, но можно записать в виде компьютерной модели те знания, которые существуют о взаимодействии элементов, и потом решать какую-то задачу прогноза на этой системе. Ну, еще можно разделить вероятностные и стахастические системы. Стахастические системы – это когда задается некоторая вероятность процесса, а детерминированные – когда задается закон взаимодействия. И вот мы, в общем-то, будем с вами заниматься детерминированными моделями, а в курсе теории вероятностей и статистика вы будете изучать модели вероятностные. Теперь о линейности и нелинейности немножко. Вот в биологию математическое моделирование проникло, когда появилось в последней трети XX века целый комплекс наук под названием синергетика. И в этом комплексе наук, в общем, изучалось тот феномен, что разные совершенно процессы самоорганизации, например, образование звездных галактик, образование пятен планктона в океане, образование разных форм колоний микроорганизмов, можно, оказывается, описывать сходными математическими уравнениями. И изучение свойств этих уравнений как раз входит в вот эти вот науки, теории динамических систем, нелинейная динамика, теории самоорганизации, теории фракталов. Вот все эти теории, все эти подходы, они как раз относятся к науке синергетики. Ну, например, если говорить о фракталах, мы с вами будем, целую лекцию у нас будет посвящена динамическому хаосу и фракталам. Формы, вот Мандельброд, который автор, основной автор этой теории фракталов, он размышлял на ту тему, что вот у нас есть двумерное пространство, поверхность, есть трехмерное пространство, в котором мы с вами живем. А вот формы живых, например, организмов, например, листьев, или морских звезд, или каких-нибудь морских коньков, или облаков, они очень хитро устроены, они как-то не вписываются в представление о гладких поверхностях или трехмерном объеме. И вот он предложил как раз структуры математические, которые имеют дробную размерность, и которые, с помощью которых как раз вот такие сложные поверхности, которые существуют в природе, гораздо более адекватно описываются, чем с помощью таких классических геометрических представлений. Вот эти вот все представления, например, о динамическом хаосе, о фрактальных поверхностях, они оказались очень плодотворными для включения их в биологическую науку, потому что изучаемые вами живые объекты чрезвычайно сложно устроены, и вот классическая математика их плохо описывает. Действительно, классическая математика, она основана на том, что мы называем линейный мир или линейные системы. Слово линейное, оно немножко... Вы знаете, что такое линейное уравнение? Линейная функция — это когда некоторая величина пропорциональна другой величине. Ну вот, например, здесь нарисовано х. А вот х равняется а на т. Это значит, х пропорциональ а... Постоянная величина. А — коэффициент пропорциональности. Значит, х равняется а, умноженное на т. Это линейная функция. А бывает еще линейное дифференциальное уравнение. Что такое дифференциальное уравнение? Вы знаете, когда рассматривается выражение не для самой величины, вот здесь х равняется а т, а для ее производной. Что значит производная? Производная — это значит приращение. Это производная в математике, может быть, там, dy по dx, а в физике, в химии, в биологии, в других науках естественных обычно рассматривается скорость изменения. То есть приращение за некоторое время. Вот dx по dt — это как раз скорость. И если скорость пропорциональна самой величине, то вот это называется линейное автономное уравнение. Решение этого уравнения представляет собой экспоненту. Вы с этой экспонентой еще столкнетесь неоднократно. И в зависимости от величины r, вот этого коэффициента, либо если r больше нуля, то со временем величина х растет, а если меньше нуля, то со временем она убывает. Но на самом деле, конечно, значит, главное представление линейного мира, что следствие однозначно определяется причиной. И существует единственное правильное тогда решение. И вот эта вот линейная наука, она, конечно, сыграла очень большую роль для физики, для разных наук, но она и сыграла большую роль в нашей психологии. Вот существование такого представления о том, что следствие однозначно определяется причиной, оно в нас очень глубоко сидит. Оказывается, что это не всегда так. Хотя на основе линейной науки были разработаны огромные области техники, и механика, и строительство, и баллистика, и космическая техника, но для биологии вот такое представление об однозначности причины, оно было всегда сомнительным. И, в общем-то, это понятно, потому что слишком сложные и неоднозначные процессы у нас происходят в биологии, и даже рост популяции, о котором мы только что говорили, он никогда не происходит так вот по экспоненте. На самом деле совсем по-разному. Значит, я просто хочу вам сказать, давайте я сейчас дорасскажу вот это введение, потом мы устроим маленький перерыв, и начнем уже изучать такие конкретные вещи. Перерыв немножко позже сделаем. Значит, вот на самом деле даже рост популяции вовсе не происходит по экспоненте. Вот это вот слева, это рост человечества. Вот рост человечества, оказывается, даже на самом деле проистекал в течение двух тысяч лет быстрее, чем по экспоненте, даже больше, чем двух тысяч лет, нескольких тысяч лет он происходил быстрее, чем по экспоненте. А вот, например, рост поголовья овец на острове, куда они там заселили, заселили на необитаемый остров, заселились, привезены были овцы, они растут с насыщением, потому что потом с некоторыми колебаниями и потом с насыщением. Не бывает так, чтобы росли до бесконечности. Эта численность популяции может испытывать колебания, а может в случае существования промысла, вот это там промысл китов, падать. То есть эти вот популяционные кривые, на самом деле они вовсе не линейные. Мы с вами завтра рассмотрим модели роста популяции и увидим, каким образом математически это можно описать. И таким образом вот в 20 веке, в конце 20 века, и перешло это сейчас к нам в 21 век, произошла такая, говорят, смена научной парадигмы. А именно, раньше представлялась неоднозначная зависимость причины и следствия и существование единственного стационарного состояния в системе. А сейчас стало понятным, что гораздо более общей ситуацией в природе является неоднозначность, мультистационарность, то есть исход может быть разным в зависимости от того, каковы начальные условия в системе, возможно колебания, возможно детерминированный хаос, о котором мы с вами тоже будем более подробно говорить. О распределениях мы не будем сейчас, немножко это все позже вы узнаете. Возможно, пространственные, временные неоднозначности, например, диффузия. Мы привыкли, что если вы капните чернила в стакан с водой, то постепенно стакан приобретет такой слабо фиолетовый цвет, что эти молекулы диффундируют и приходят к равномерному распределению. А на самом деле процессы переноса, ну на самом деле в природе же существуют неоднородности, начиная от Вселенной и заканчивая жизнью, жизнь, она существует в дискретных формах, значит как-то это все происходит, как-то это сосредотачивается вместо того, чтобы растекаться однородно. Вот были предложены математические модели, которые позволяют это описать. Ну про фрактальность я только что говорила. И это все происходит только в нелинейных системах. И вот здесь такая смешная картинка, которая показывает, что действительно все системы биологические, они являются далекими от термодинамического равновесия. В термодинамической равновесии это уже смерть. А в далекие от термодинамического равновесия системы не могут быть описаны линейными уравнениями, линейными математическими уравнениями. Здесь необходимы нелинейные подходы, вот мы с вами будем в них разбираться. И тогда возникают мультистационарные системы, колебания, квазистахастические системы и вот такие вот пространственные неоднородности. Вот здесь картинки, которые здесь нарисованы, они представляют собой, они нарисованы, используя аппарат качественной теории дифференциальных уравнений, аппарат фазовой плоскости, фазового пространства. Это мы тоже с вами будем изучать, потому что от того, вот я вам говорила, операционные системы, они, если разные операционные системы, в них простота получения результатов совсем разная. И вот этот вот подход с фазовой плоскостью, он позволил получать такие результаты, которые раньше при других математических подходах без геометрического представления было очень трудно себе представить. А вот подход фазовой плоскости позволяет это легко увидеть, и мы с вами будем изучать. Ну, конечно, для биологии чрезвычайно важными являются вот сложные структуры, которые называются диссипативными структурами, потому что они могут возникать только в случае, если энергия используется на их образование. И, кроме того, автоволны. Ну, вот здесь разрыв фронта волны изображен, а вы прекрасно понимаете, что живые организмы, они, для них автоволны, автоколебания, это чрезвычайно важная вещь. Человек живет, пока у него бьется сердцем. Ну, вот краска шкур животных. Немножко книги. Значит, вот существует такой человек, Мюррей, он еще жив, но уже старый человек. Английский и американский ученый, и у него есть классические книги. Вот здесь вот английская версия, а вот здесь вот перевод на русский язык. Два тома мы перевели этого, это классические произведения по математической биологии. Конечно, книг очень много по математической биологии, но вот здесь, в этих его товах, двух таких огромных томах, которые изданы в Шпрингер, они являются такой энциклопедией математической биологии. Ну, вот распространение его, да, про хаос еще тут у меня чего-то нарисовано. Значит, хаос, возбуждение в сердце. Вот еще немножко вам покажу, да, почему, вот я вам говорила об изоморфизме и о моделях, вот процессы, которые происходят в сердце, их можно моделировать с помощью химических реакций. Вот сходство тех процессов самоорганизации и сходство математических описаний позволяет понять такие сложные вещи, как образование сферических волн, нарушение этих волн, например, при фибрилляциях в сердце с помощью вот таких химических или математических процессов. И, конечно, проверкой всего этого является обязательно экспериментальные исследования. Например, все, что происходит в сердце, стало возможно моделировать, и не только моделировать, а вы знаете, что сейчас методы коронарного шунтирования и методы различного стимулирования сердца уже вошли в практическую медицину, и все это, конечно, стало возможным благодаря использованию методов оптического картирования эпикарда, когда нашли возможности регистрировать, во-первых, вводить потенциалозависимые красители, и, во-вторых, регистрировать изменения этих красителей. Ну, вот здесь вот еще одна схема, которая показывает, какие сейчас математические модели применяются. Это, видите, на временных и пространственных шкалах. Ну, вот, фемтосекунды, пикосекунды, наносекунды, микросекунды, микросекунды, и затем метр, и затем уже там часы, воды и так далее. А здесь пространственный размер. Значит, если речь идет о процессах, которые происходят на микроуровне, например, процессы переноса электрона при дыхании или при фотосинтезе, здесь необходимо применение методов квантовой механики. Когда мы рассматриваем конформационные изменения молекул, здесь применяются методы молекулярной динамики. Если взаимодействие молекул, ни одной молекул, взаимодействие молекул в субклеточных системах, здесь применяются методы броновской динамики. Наконец, если рассматривается уже на уровне целых клеток или организмов, то тут применяются методы биофизики сложных систем и системной биологии. То есть сейчас, конечно, вот этот вот диапазон применения математических методов чрезвычайно широк, и на каждом из масштабов применяются свои подходы. Поэтому для того, чтобы вам изучать или тем более моделировать процессы, необходимо очень хорошо знать саму систему. Но мы с вами попытаемся рассмотреть некоторые общие вещи, которые можно описать с помощью базовых моделей, и которые справедливы для разных масштабов. лекции. Ну вот эта лекция у меня будет представлена там на сайте, поэтому вы можете это прочитать. Здесь просто описывается, какие сейчас подходы к изучению сложных систем. Топ-даун сверху вниз, когда рассматривается, или ботом-ап, когда с более низких уровней организации наверх строятся модели, или рассматриваются сначала промежуточные структуры, ну например метаболизм рассматривается, а потом можно рассматривать процессы на молекулярном уровне, если это входит в вашу задачу, а можно рассматривать процессы уже на уровне взаимодействия клеток в популяции. Вот это все можно здесь будет прочитать. Еще я хочу вам сказать, что конечно современный этап математического моделирования и вообще науки характеризуется тем, что он гораздо более прагматичный, чем был для наших классиков, потому что Исаак Ньютон или Ломоносов или предположим Мендель, Эйнштейн, они считали, что Господь Бог ему руководит, и изучая законы природы, они Божью волю выполняют, потому что проясняют для человечества основы мироздания. Сейчас, конечно, как правило, научные исследования выполняются большими коллективами на дорогостоящем оборудовании и имеют очень практические значения, а именно, если говорить о биологии, это фармакология, медицина, биотехнология и при этом очень широко применяются информационные технологии, суперкомпьютеры, биологические факультеты имеют доступ на суперкомпьютерный центр, например, наши ребята считают на Ломоносове, Чебышеве, поэтому сейчас на самом деле не вычислительные средства лимитируют, лимитирует постановка биологической задачи, поэтому если вы будете работать с использованием математического моделирования, то вам самое главное очень хорошо знать свой объект и четко ставить задачу, а уж построение математической модели и использование вычислительных средств это средство вашей научной работы. Ну вот учебники, учебники, которые у нас есть, здесь это я не буду вам, сейчас вы посмотрите потом, это нет необходимости, а вот давайте вопросы, значит вопросы сейчас вот к этой лекции я, сейчас немножко мы сделаем перерыв, пять минут, и мы с вами немножко начнем, чтобы вы не думали, что это все одна болтовня, что я вам тут рассказываю сказки, а на самом деле вам придется решать некоторые задачи и разбираться в математических моделях, но мне хочется, чтобы вы вот ответили на эти вопросы, на этом сайте, который здесь приведен, вы можете прийти на форум, и там на этом форуме значит дать ответы на эти вопросы, я буду задавать эти вопросы по ходу наших лекций, и мне бы хотелось, чтобы в конце этого курса у вас сложился некоторый такой связный рассказ, связанный такой эссе о том, каким образом использовать можно математические модели и биоинформатику для изучения тех процессов, которые вы будете изучать на своей кафедре, вы же очень разные, кто-то ботаникой занимается, кто-то биохимией, кто-то антропологией, а кто-то наоборот эмбриологией, и вот мне очень хочется, чтобы в конце, в результате вашей студенческой конференции стало понятным, что общее позволяет определить или изучить математическое моделирование в подходе к таким разным предметным областям вашей деятельности.